Сегодня из Черкеска для участия в специальной военной операции отправилась очередная группа жителей республики из числа добровольцев и тех, кто призван по частичной мобилизации. Подавляющее большинство пришедших военных комиссариат по Карачаево-Черкесии людей ранее получили повестки и сочли крайне важным для себя отдать долг родине. За отправкой военнослужащих на сборном пункте наблюдал наш корреспондент Артур Мхце. Мишка приходил, просил, чтобы его сло за ней строй. Об участии в боевых действиях в составе частей российской армии этот парень знает не понаслышке. Ранее не раз отстаивал интересы страны в различных уголках земного шара. Сегодня он, а также еще более сотни жителей Карачаево-Черкесии отправились для защиты недавно принятых в состав России территорий. Я служил Джигутинского района, призвался по мобилизации. Считаю, что каждый, кого призывают на мобилизацию, обязан защищать свою родину. Пришла повестка по мобилизации. Ну вот, с чего нужным пойти, родине послужить. Каждый пришедший в региональный военкомат человек сперва проходит медкомиссию, инструктаж и только потом вносится в список на отправку в части для прохождения дополнительной подготовки. Лишь после этого военнослужащих направят для участия в специальной военной операции. В состав команды входит более ста человек. Все они будут проходить воинскую службу. В самоходном артиллерийском полку будет дислокация Владикавказа, где в течение до 20 октября с ними будет проведена одиночная подготовка. Далее на полигоне Тарском с ними будут проводиться слаженные отделения и расчетов. Надо служить, надо долг своей родине отдать. Будем держаться, все будет хорошо, мы вернемся к близким. Все живы, здоровы, все полностью комплектованы, ребята все на позитиве. Все будет отлично. Главное не переживайте, ждите, все будет хорошо. Всем родителям, которых дети забрали по мобилизации, хочу сказать следующее. Не волнуйтесь, не переживайте. Мы здесь как дружная семья, друг за другом, горой. Отправившихся защищать родину жителей республики провожали напутственными словами представители руководства регионального правительства и военного комиссариата. Все мужчины должны брать пример с вас. И детей должны воспитывать так, какими вы являетесь. Я желаю вам счастливой дороги, успешного выполнения своего воинского долга и такого же счастливого возвращения домой. Артур Махцы, Олег Малхожев, Вести, Карачаев, Черкесия. Артур Малхожев, Вести, Карачаев, Вести, Карачаев. Артур Малхожев. Артур Малхожев.